Канун волшебного праздника, Нового года, для многих уже стала хорошей традицией вместе с семьей участвовать в лыжных забегах, где можно не только активно отдохнуть, но и получить заряд бодрости. Старт такому забегу дала президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Багдасарова. Зимние виды спорта – это отличная возможность провести время с семьей на воздухе, укрепить здоровье и дух. Спорт – это активный отдых. Всех с наступающим праздником! Впереди нас ждут каникулы. С Новым годом! С каждым годом количество желающих принять участие в спортивных мероприятиях, проходящих на Одинцовской лыжероллерной трассе, только растет. Вот и на этот раз предпраздничный фестиваль «Новогодняя лыжня» привлек спортсменов и просто любителей лыжного вида спорта со всего Подмосковья. Я вижу, что здесь не только участники из Одинцова, а со всей Московской области. Даже из детских домов детишки приехали, чтобы покататься в нашем парке. Хочу сказать, что парк имени Лавиш Салазутиной становится важным местом для проведения торжеств новогодних и торжеств правильного формата. Для каждой возрастной группы была подготовлена своя дистанция – от 500 метров до 3 километров. Некоторые участники встали на лыжи впервые. Самому юному спортсмену едва исполнилось три года. Открывали лыжный забег малыши. Старт им был дан символический – новогодней хлопушкой. После преодоления непростой дистанции юные лыжники остались довольны собой, но признались, что на достигнутом останавливаться не собираются. Я выиграл, и это для меня очень почетно. Это очень редко для меня. Для участников спортивного праздника были предложены контактный зоопарк, фотозона, общение со Снегурочкой и Дедом Морозом, полевая кухня, катание на упряжках. В ближайшее время на Одинцовской трассе планируется провести еще ряд крупных спортивных мероприятий. Мы начинаем этим мероприятием зимнюю череду наших спортивных и массовых мероприятий по лыжным гонкам. У нас в ближайшее время уже стартуют чемпионаты первенства Московской области по лыжным гонкам. Традиционно проводим Манжосовскую лыжню в конце этого года, лыжню Лариса Лазутина, и дальше у нас ждет большой праздник Лыжня России. Победители соревнований получили в подарок сертификаты, медали, а также спортивную экипировку и лыжи. Но и безусловно положительные эмоции и отличный предновогодний настрой. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...